По легенде, на улице Дальнее произошла коммунальная авария. Поврежден трубопровод диаметром 100 миллиметров. Без тепла остались три пятиэтажных дома. Специалисты уже на месте. Коммунальщики разворачивают мобильную котельную, способную отопить примерно 10 пятиэтажек. Способно отопить до 20 жилых домов либо учреждений. Конечно, зависит от этажности и размера для теплоснабжения потребителей на момент ликвидации повреждения. По тренировке развернута мобильная котельная, подключена. Запуск прошел успешно. Для жителей домов, оставшихся без тепла, в седьмой спортивной школе организовывают пункт временного размещения. Здесь есть все необходимые условия, чтобы переждать коммунальную аварию. Оборудованы семейные и одиночные комнаты, медкабинет и столовая. Тем, кто решил остаться дома, выдают обогреватели. Мы готовы на 100 процентов. Пункт временного размещения подготовлен на 25 мест. Хотя по спискам, по тем спискам, которые подали нам администрация, у нас пострадавших 11 человек. Но мы готовы принять и больше, там вплоть до 50 человек. Во всех подъездах домов, оставшихся без отопления, устанавливают теплопушки. За 5-7 минут их работы помещения прогреваются до 18 градусов. Это, в принципе, позволит не разморозить внутридомовую инженерную систему отопления в подъездах и как бы поддержать тепловой режим в многоквартирном доме на период ликвидации самой аварии. Водорода пошла в корпус. Да, да. Все, у меня сейчас основной сети, мы перейдем. В пятой городской больнице на Шверника также проходят учения. Здесь здание полностью отключили от центрального теплоснабжения и как можно быстрее перевели на мобильную котельную. На это потребовалось полтора часа. Такая передвижная станция способна отопить одно социальное учреждение или три девятиэтажных дома. Работает на дизельном топливе. Расходы примерно, если средняя температура, да, то понимаете, если температура ниже, то больше расходы. Примерно 60 литров в час. Бак у нее на 800 литров и можно подвозить постоянно, бензозаправщик поставить. И работа, может, практически не ограничена. Тренировки по ликвидации аварии проводятся по поручению губернатора Дмитрия Азарова. После порыва на пересечении улиц Старозагора и Ташкентской, когда в течение трех суток 62 тысячи жителей остались без отопления, специалисты отрабатывают форс-мажоры. «Резервный источник отопления сегодня был опробован, все успешно. Как почувствовали, но можете сами батарею потрогать и увидеть. Мы ничего не почувствовали. У нас теплая, горячая батарея». Это особенно важно для больницы. Сейчас в стационаре 240 человек – дети с родителями. До 95-го года у больницы была своя котельная. Сейчас остался только штатный теплоузел. Первый заместитель главы города Владимир Василенко считает, что лечебному учреждению необходим собственный стационарный котел. В больнице планируют поставить котельную мощностью 3 мегаватта, как та, что работает сейчас на учениях. «Мы вышли с предложением по поручению, как губернатор ставил задачу, Министерство захоронения совместными усилиями. Здесь будем предлагать, чтобы они купили точно такой же по мощности стационарный модуль, поставили его, и тема будет закрыта. Еще раз повторяю, категорийные объекты здравоохранения, первая категория, должны иметь резервный источник. Вот мы сегодня по этому пути будем идти». Такие тренировки позволяют предупредить и выявить возможные недостатки, которые можно оперативно устранить, а также оценить уровень готовности коммунальщиков в отопительный период. Всего в таких случаях город готов развернуть 4 муниципальные передвижные котельные, в распоряжении предприятий тепловых сетей еще 2 мобильные установки. Данил Лучко, Дмитрий Мешканцов, События.